Как бы дал тебе просто реальный люфт, разочек, так? Выходи со мной на бой. Парни, если бы это было правда, мы бы знали это. Вы лузеры, в принципе. Ярик, решай. Мага очень консервативный дагестанец. Илья, вы гетеросексуал? Всем привет! Меня зовут Иван, и я победитель долгого отбора на роль хоста Team Spirit. И теперь мы с вами будем видеться постоянно. Ну а сегодня наши ребята наконец-то выяснят в интеллектуальной дуэли, кто из них сильнее. А играть будут уже известные вам команды Team Play Boys и Life Winners. На самом деле за последнее время ребята раздали десятки интервью и научились не только грамотно отвечать на вопросы, но и изысканно уходить от ответов. Итак, сегодня мы играем в правду или ложь. Правила таковы. Участники тянут по очереди одну из двух карточек, на которые правда или ложь. Команда оппонента должна отгадать, правдивый факт рассказывают участники или лживый. Если угадывают, то зарабатывают баллы. Если не угадывают, балл зарабатывает команда оппонента. Капитан и команд, давайте на ЦУП скинемся, кто первый будет тянуть карточку? Давай. Раз, два, три. Я так и знал. Я точно говорил, что камень нужно ставить первым. Я думал, что он меня просчитал и поставлю бумагу. Он же не умный. Дмитрий, Дмитрий, ну что, вы первый. Команда не уйдет, он выиграл. А, ты выиграл, ты хочешь тянуть карточку? Конечно, он должен тянуть, он же выиграл. Парни, парни, внимание, Дима зачитывает факты себе. Неуважаемые Life Winners, факт такой. Я дрался с болельщиками Раменского Сатурна. Раменского Сатурна? Дрался, очень, очень вероятно. Парни, вы только по одному вопросу можете задать от каждого. А теперь вопросы давай. Короче, по-любому все понимают, что Диман дрался с Сатурном, правильно? Нет, дрался? Да. Но с Сатурном и… Да, вот, это главный вопрос. Ярик, по нашему плану, надо три вопроса дать. Так, окей. И потом, короче, попросить, понял? Окей. Что попросить, скажи, пожалуйста, правда? Когда это было? 2007 год, ноябрь, конец сезона. Ноябрь, конец сезона? Ребята, у вас нет шансов. Что значит конец сезона, если ноябрь, первый месяц? Нет, это конец сезона футбольного. Почему ты дрался с ними? Ну, потому что это был финал, и потому что это был финальный матч, и это был прорыв на поле. А кто против них играл? Ты уже задал вопрос. Это была ошибка. Все нормально, они ответили. Это уже был тебе третий вопрос. Нет! Это уже был третий вопрос. Нет, от Ярики не было вопроса. Еще раз, когда это было? Я даже так скажу. Ноябрь 2007 года, это был конец сезона, был прорыв на поле, потому что Зенит выиграл первое чемпионство за 23 года. Давай-ка забудем об этом. Еще раз, когда это было? Ярик, ты один и тот же вопрос задаешь как второй раз. Хорошо. Это типа подводить, подводить, что я тебе покажу там. Парни, парни, ваш команда должна сейчас принять решение, правда это или ложь, и озвучить. Я думаю на 95% что это ложь. Я думаю только дурачок будет драться с болельщиком. А, да? Спасибо, Сань. Сань, удачи тебе! Жизни! По улицам ходить! В Питере же Зенит, да, типа ведь. Короче, это ложь, 100%. Итак, наш вердикт, команда. Тише, пожалуйста. Ложь. Да, наш вердикт это ложь. Дмитрий, вскрывайте карточку. Что это в итоге было? Хорошо. Live Winners получает балл. Отлично. Как же мы тебя подглавили на этом вопросе по дату? Это просто кофе. Однажды я дал три концерта по 12 песен подряд, в которых я где-то переодевался и танцевал. Первый вопрос. Что ты были за песни? Ну, блин, разные, обычные такие. Ну, из какого типа? Что за тематика? Может, нельзя? Ну, это один вопрос. Ты имеешь в виду жанр? Да, жанр. Да, блин, обычные песни, это даже к жанру сложно отнести. Такие народные типа. Народные? Да. Даты этого события? Прям точную дату я не назову, но я бы сказал, наверное, лет 10, ну, даже 12 лет назад где-то. Ты занимался хором в школе? Занимался. Подумайте, может, что он не мог делать. Ты исполнил 12 песен за все три концерта или за каждый концерт? За каждый. Я думаю, что это правда, если честно. Потому что он вообще типа подговорил, что он пел в хоре. Да, но типа это слишком, на самом деле, 12 песен за это это слишком много. 12 лет? Нет, просто я думаю, что никто бы не знал, что он пел в хоре в школе. И не написал об этом за ложь. Он же нужен наш лошадь. Нет, имеется в виду, что сам факт, что об этом бы не знали. Он же вам рассказывал. Да. Ты сам сказал, что ты помнишь об этом. Значит, это знал не только я. Скорее всего, те, кто делали этот вопрос, они не знали, что Эрик пел в хоре. Мне тоже кажется, что это порадывает. Он сам его делал. Нет, так если он сам делал, то это правда. Потому что типа второй делал не он. Ух, красавец. Я тебе доверяю. Тимплейбург, какой ваш ответ? Правда, правда. Ярик вскрыл. Это правда, да. Да это слишком чинный, Ярик. Как ты такого вопроса загадаешь? Как ты по 12 песен пел? Один-один. Нет, Ярик, ты не можешь такого вопроса. Как ты по 12 песен пел? Ярик, что поделать? Что поделать, если вы лучше, в принципе? Смотри строчки с какой-нибудь песни с этого концерта, с любой. К лунному месяцу апреля Че-то как-то тает снег. Ну хорошо, я верю, верю. Хорошо, хорошо. И крылатые качели Начинают свой разбег. Хорошо. Я был моделью в рекламе «Нижнее белье». Это ложь. Может быть, ответим, что это ложь? Вопросики можете задавать. Я считаю, что это ложь, потому что это мем. Подожди, нет, стоп. Нет, стоп. Это было в Польше? Да. Это правда. Для какого бренда снимался? Бабуш. Польский. Надо попытаться задать тебе неожиданный вопрос какой-то. Давай. Чтобы он не смог либо быстро ответить, либо что-то еще. Либо он и быстро ответит. Может, конечно, фейкануть. Теперь непонятно. Да, так где вы, конечно, очень хорошо. Сколько лет тебе было? Первый курс? Ну, до семнадцать, скорее всего. Либо девятнадцать. Долго. Ты че? Парень, это ложь. Подожди, по 17 это прям недавно. Ну, это же недавно вообще было. Парень, если бы этого и правда мы бы знали, это слишком много. Я тоже об этом думаю. Я примерно такую историю знаю. Почему? А потому? А потому почему? А потому почему? Потому? Промируй или? В принципе. Саня, потом. Да я не верю, что мир пошел, если у нас в рекламе нет. Так реально. Если честно. Таким палом было бы. Он бы сидел дома. Просто шмотка. Просто реклам. Просто модель. Так может, ему деньги нужно были. Короче, все. Ярик, решай. Ложь. Ложь, Ярик. Ложь. Я, наверное, за ложь или правда? Я за ложь. Ложь. Вердикт? Ложь. Правильно. Хорошо. Изи. Хорош, Новик. Как же легко. Я шел домой 4 часа, потому что не было денег на маршрутку. Ну это правда. Это правда. Можно даже без вопросов. Это правда? Просто правда. Ну что это такие вопросы? Да я жёл. Почему у вас такие ёлки? А сколько стоит про этот маршрут? Он не ехал. Откуда он встанет? Он не ехал. Он уже знает, что у него столько не было. Да, да. Хорошо, у меня есть нападающий вопрос. Илья, вы гетеросексуал? Скорее всего, да. Это правда. Димон, можешь задавать вопрос? Правда, правда. Хорошо, ваш Вердикт правда. Почему ты голёхий? Это правда. Это было очень легко, это было невероятно. Расскажи про эту историю 4 часа. Что ты? Не хочу. Нет, расскажи. Это плохие воспоминания. В 12 лет я ездил бесправ на старой баттиной Тойоте. Сплаж. Серьёзно? На, серьёзно. Ты не верил. Магомед никогда не ездил бесправ. Он ответственный человек. Ой. Вы не знаете просто там, где я ездил. Магомед, мы знаем. Парни, Маги даже вот из дома выйти, ну лень. Так он мог типа ездить по парковке. Это было в 12 лет. Ладно, давайте с вопросами попробуем. У меня есть один. Куда ты ездил? Причина. Просто покататься с друзьями. Парни, смотрите. У Маги родители медики же, да? Ну, папа, папа. Ну, медики они обычно консервативные. Я бы не сказал, что в 12 лет Маги бы... Мага очень консервативный дагестанец, парни. Вот, да. И разрешили бы кататься без прав. Короче, какая модель машины? Тойота там. Тойота там? Тойота там? Тойота там. Я просто не помню точно марку, но это была Toyota Camry. Смотрите, парень, если бы это была правда, он бы не говорил про номер, потому что он хочет меня запутать. Согласен. Это ложь. Парни. Единогласно? Да. Мага вскрывай. Ну ладно. Это у вас. Хорошо. Вы, парни, не читали, какая у него правда? Можно зачитать? Давай. В детстве я видел НЛО. Я шантажом заставил глаз назваться моим именем. Глаз? Да. Назваться твоим именем? Да. Как это? Что? Как? Все переменовали. Я написал то, что написано. Хорошо. Первый вопрос. Я читаю, что написано. Парни запутаться. Я читаю, что написано. Я читаю, что написано. Все, Саня, без обид. Я читаю, что написано. Хорошо. То есть вместо седьмого Б это стал класс Тувинса Торонто Токио. Я не читал эти факты. Вы должны это уточнить вопросами у Саня. Почему вы должны тратить свои вопросы на то, что вопрос не правильно составлен? А, давай. Почему он неправильно составлен? Ты уточни вопросами, может, ты отгадаешь сейчас. Можно вопрос задать? Да, конечно. А как ты шантажировал? Как ты шантажировал? Как я шантажировал, так… Короче, это неправда. Я просто сказал, что не поеду на тушь с лед. На тур с лед. На тур с лед. А где был тур с лед? Я такой класс. Ё-моё. Это второй класс? Где тур с лед был? На природе. Где? На природе. На природе. Знаешь, когда смотришь, где тур с лед, обычно сразу говорят, ну, я там был на Эльбрусе, еще где-то. На природе. Тур с лед на природе. Ладно, парни. Спасительный интерес. Спасительный интерес. У тебя вопрос еще есть. Хорошо, у меня есть вопрос. Как долго мод-класс проходил под именем Саня? Один день. Один день? Да. Либо Саня гений, такой тоже возможно. Либо Саня нереальный. Нет, я не верю, что он такой вот актер. Я не верю, что Саня гений. Но вообще правдоподобно, что класс. Ложь. Да, да. Очень интересно. Ложь. Очень интересно. Очень правдоподобно. Ложь, короче. Ложь. Мы говорим ложь. Все? Саня, скрывай. Прогоподобно. Изи. Я же говорю соедет. Бывает, бывает. Бывает, бывает. Я же сказал. В одиннадцатом классе, ну, у нас был турслет. Это был последний класс, да? То есть, последний турслет для нас. И я не хотел ехать на него. Потом мой класс попросил. Ну, они хотели, чтобы я поехал, потому что со мной больше шансов было бы на полосе препятствий победить, да? Ну, и, вот. И поэтому я сказал по парофлу, типа, если назовете мы, ну, знаете, там у класса уже название, да? Ну, то, что эти всякие придумываются там. Команды, да? То есть, команду переменять в это имя? У меня целый класс. Я сказал, если назовете команду там Саша Хертек плюс 17, тогда я поеду, типа. Ладно, парни. Лабирис выиграли 4-2. Очень обидно. Побеждаю вас. Поздравляю вас победой. 3-2 же, нет? 4-2. Окей. 4-2 с нереальным отрывом в два очка вы побеждаете и получаете приз. Какой приз? Призанет. А, да, никакой приз вы не получаете. Никакой. Никакой. Пахнет. Ну, ребят, в следующий раз повезет. В сегодняшней нашей игре победила команда LifeWinners. Парни молодцы. Похуй. Похуй. Да и все, и похуй. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь и обязательно ставьте лайки. Пофиг. 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 Пофиг.